Значит, сегодня то, что мы будем пытаться обсуждать, имеет прямое отношение к происходящему как в нашей стране, так и за рубежом. Начнем с первого блока, посвященному тому, что происходит в Америке, а вторую часть я посвящу сволочу по фамилии Навальной. Мерзавцу, подонку, мерзкому, маленькому кировскому чиновнику, ворюге конченому, который посмел оскорбить уважаемых людей. Вот эта власовская сволочь долго-долго молчала, и единственное, что могла из себя выдавить в оправдание своих подонков, которые пытались осквернить акцию «Бессмертный полк», это подлость и обвинение в предательстве героям войны. А сейчас я буду дико орать. Я в бешенстве, я в ненависти, такого оскорбления наша страна не получала давно. При том от кого? От абсолютного негодяя, ничтожества. Вот власовского недобитка. Значит, что произошло сегодня? Давайте вам просто покажем, и вы все поймете. Алексей Навальный увидел ролик, который был снят, Арти. С приглашением людей на выборы. Ну, не выборы, а голосование по поправкам Конституции, которые будут 1 июля. Что пишет Навальный? О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них. Это позор страны. Люди без совести. Предатели. Так он назвал участника Великой Отечественной войны. Игната Сергеевича Артеменко. Конечно, Игнат Сергеевич с большим интересом узнал, что в 17 лет, став партизаном, отряда Быховской партизанской бригады, участвуя в боях за освобождение Белоруссии в Харьковском сражении, в 44-м году он форсировал Днепр, соединяется с частями регулярной Красной Армии и дальше воюет в составе 2-го Белорусского фронта. После войны заканчивают офицерские курсы, продолжают службу. В общей сложности 39 лет отдал армии. В отставку ушел в звание полковника. И мерзкая сволочь конченная, жалкий подонок, проворовавшийся кировский чиновник, который от армии косил, потому что у него было сотрясение органов, боевому человеку говорит, что тот предатель и позор страны. Не эта промокашка американская, не эта жалкая продажная сволочь, а боевой полковник, прошедший войну с партизаном начиная, оказывается предатель страны. Дальше эта сволочь не останавливается. Этот мерзавец-негодяй оскорбляет великого Василия Ланового. И он тоже для него позор страны и предатель? Когда этот негодяй-власовец молчал сколько дней, не говоря ни слова о своих подонках, которые пытались в бессмертный полк внедрить портреты нацистских главарей и Власова, коллаборациониста и мерзавца, Навальный ни слова из себя не выдавил, чтобы их осудить. Послал туда этого несчастного дурачка, заикающегося, подонка Волкова, который, забыв, что он еврей, стал оправдывать этих нацистских подонков, этих власовцев. Все ждали, что ответит Навальный, когда его мерзавцы оказались среди тех, кто попытался опорочить бессмертный полк. Навальный молчал, а теперь он разразился. Он великих стал оскорблять, что он позволил себе сказать о нашем великом докторе. У него среди предателей великий Бакерия, который спас такое количество людей, что Навального на части разобрать. И то он не сможет своими органами помочь. Навальный пишет, о, вот они, голубчики. Он пишет о Лео Бакерии, о великом кардиохирурге, о гордости нашей страны. Оказывается, это он позор страны, а не эта сволочь, живущая на донаты. Это мерзкая скотина пищащая. Я вам вот что скажу. Грош нам цена, как стране. Если этот власовский подонок позволяет себе оскорблять гордость нашей страны, не нравятся тебе выборы, не ходи. Не хочешь ходить на голосование, не ходи. Но кто тебе, жалкий, мерзкий, вор, лжец, клеветник, кто тебе позволил свой грязный власовский язык обращать на великих? Власовская, недобитая мразь. Ты косил от армии, забыл? Люди защищали страну. А ты, сволочь, где был? Что ты делал во время чеченской кампании? Ой, у тебя болели органы? Ну расскажи, как? Кто тебе справку покупал? Ну, расскажи. Ты же рассказываешь, что был такой здоровый. От груди там сжал 130 или 150. Грамм водки ты жал? Ты, подонок, ничем не отличаешь. Ты власовец. И сторонники твои власовцы, и вот это водораздел. Ты власовец, ты предатель страны. Ты ее враг. Не власти, не Путина. Ты враг нашей страны. Ты родину предал, подонок. У тебя нет родины. Ты предал родину. Ты оскорбил людей, которые являются гордостью нашей страны. Тебе нравится жить в нашей стране, да? Где тебе все можно. Тебе все можно. А у нас вообще в стране власть хоть какая-то есть, я просто хочу понять. Я просто хочу понять. Когда подонок быков заявляют, что надо написать вообще биографию, и надо понять, что это была не гражданская война, это была гражданская война для власовцев. Когда нас призывает мерзавец Кашин на деньги комсомольской правды, который размечает портрет Бандеры с георгиевской ленточкой. Когда он плюет нам в лицо. Чем эти сволочи, чем эта сволочь Навальный и его поклонники власовцы, чем они отличаются от мерзавцев Чехии, которые осквернили памятник маршалу Коневу, а потом вообще его снесли. Чем отличается от сволочей на Украине, которые осквернили мемориальную табличку Жукову и памятник Жукову, которые плюют на могилы наших солдат. То, что сделал сейчас Навальный, чем отличается? Как мы можем заявлять ноты протеста разнообразным международным организациям, если мы у себя дома не можем навести порядок? Мы что себе позволяем? Эта мразь будет топтать память своими сволочами, подкидывая портреты нацистских героев в бессмертный полк и подонок-волк будет их оправдывать. А теперь этот негодяй оскорбляет великих людей нашей страны, прошедших войну, героев труда, кардиохирургов. Там много людей, многодетная мать, которая про себя узнала, что она оказывается предатель. Только она любит родину, а не ты, сволочь конченая, которая единственное, что любишь, это бабосики. Забыл, как бегал по Кирову? Тебе Маша эту соточку передала? Или как в еле убегал, забыл? У нас на связи наши друзья, извините за несколько эмоциональный посыл, потому что на самом деле это кончится страшно. Если власть не способна разрешать эти проблемы, если власть не защищает людей, она что хочет, чтобы было как в Америке? Когда власть не может, люди выходят? У нас монополий на насилие и правосудие принадлежит государству. У нас на связи Илья Ремеслов, который, как я понимаю, написал сегодня заявление в правоохранительные органы. Только что-то мне подсказывает, что это промокашка, которая прикрывает кто-то на самом высоком уровне. Иначе давным-давно Навальный бы уже сидел за его преступление. У нас Роман Голованов, который каждый день почти страдает в эфире от того, что должен Бандеровцу и подонку Кашину объяснять, что он Бандеровец и подонок. У нас великий Карамба Арам Ашоточ Габрелянов, создатель большого количества медиа, основоположник целого жанра в журналистике. Маргарита Симонян, скажем, просто богиня. И Санкаджи Тарбаев, который совершенно неожиданно для себя узнал, что он предатель. И кто вы там оказались? Продажный кто-то, да? Халуи. Халуи мы оказались. Халуи. Вот вас все знают как совершенно замечательного игрока команды РУДН-КВН. Остроумные, легкие. Вы, по идее, должны были быть среди, скажем так, людей, симпатизирующих Навальному. Ну, просто по возрасту, по атмосфере, по моде. Понравилось быть предателем? Ну, во-первых, скажу, что мы с Навальным заканчивали примерно один университет. И он, я, это РУДН. РУДН выпустил и Навального, и Санкт-Петербайджи Торбаева одновременно. Но я очень хорошо знаю историю. И, на мой взгляд, вот эти высказывания Навального, они на самом деле не несут, вот лично для меня они ничего не значат, потому что я очень убежденный человек, у меня есть своя позиция, несмотря на то, что я играл в КВН. Это было 13 лет назад. Сегодня я занимаю очень ответственную позицию. Сегодня я представляю Республику Калмыкия, предпредитент Российской Федерации. И участие в этом ролике для меня — это гордость. Я оказался в ряду таких людей, с которыми я вживую не сталкивался. Даже сейчас в этом эфире я нахожусь в кругу таких людей, с которыми я возможно в жизни никогда бы не увиделся и не познакомился. Поэтому но это не самое главное. Самое главное, что я в этом ролике принял участие осознанно. Я полностью понимаю, о чем идет речь. Я изучил все поправки в эту Конституцию и считаю, что это нормально вносить поправки в Конституцию, исходя из того, что самые развитые страны мира, в том числе США, такие поправки используют. Это нормальный законодательский процесс. Это не нормально, потому что вы их прочитали, потому что вы понимаете, что эти поправки возвращают нам самое важное, против чего беснуются все эти власовские шавки. Они нам возвращают родину. Они нам возвращают суверенитет. Вы, мне кажется, сильно эмоционируете на эту тему. Вы их питаете этой энергией. Мы в Калнукии буддисты, поэтому считаем, что энергию нужно сохранять. Конечно, только хочу вам напомнить, что среди тайных учений буддизма существует и такое, разрешающее уничтожение врага, стоящего на пути правильным. Поэтому мы, как люди, уважающие буддизм, хорошо помним, что все-таки монахи Шаолине тоже немножко буддисты, но если надо, могут кулаком прочистить путь. Это есть. Добро должно быть с кулаками, это правда. Ну что, что, а кулаки у нас с Арам Ашоточем крепкие. Арам Ашоточ, ну что, придется вам еще раз Венедиктову бить морду? Он же наверняка пригласит к себе Навального, чтобы тот в очередной раз объяснил, что все его не так поняли и что на самом деле мне еще удивляет, когда мужик с такими сиськами и писклявым голосом претендует на то, что он владелец, властитель ум. Так, как это называется, да? Как называются эти люди? Чем они там властители? Властелин колец, говорю. Властитель дум. Вот точно, дум. Хотя дум для меня в последнее время только игра. Пара Машус. Я просто, я думаю, что здесь немножко, я понимаю, я, честно говоря, сегодня, когда это увидел, честно говоря, у меня тоже такая же была реакция, но вот как у Владимира Удольфовича, но я думаю, что здесь немножко сложнее игра, они пытаются сломать, ну, даже не стереотипы, а наши отношения, наши с людей к ветеранам, к заслуженным людям, понимаете? Есть неписанные правила, неписанные законы, да? Вот такой человек, как вот этот ветеран, который в 17 лет ушел и был партизаном, понимаете? Это, но это действительно нельзя делать. Это мерзость, то, что делает Навальный. Но он делает это не потому, что тут вообще никакой роли не играет эта конституция, никакой роли не играет этот ролик, который там Марго сняла. Это вообще к этому не имеет. У них задача одна, они пытаются нам сломать наши отношения, даже не наши, это трудно сломать тех людей, которые здесь сидят. Сломать коды. А сломать отношения людей, вот, ребят в 15, 20 лет, в 17 лет, сломать отношения к ветеранам, любви к своим дедам, к своим родителям, понимаете, это, 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 как бы они пытаются сделать так, чтобы человеку было стыдно защищать своего деда, своего прадеда, гордиться своей родиной, понимаете, это, это же задача, которую выполняют, ну, это реальная задача по развалу идеологии в нашей стране, понимаете, вот, у меня нет вообще никаких претензий к Навальному, ну, бум, мурзилка картонная, блин, ну, дали денег, заработал человек, что-то делает, проблема в другом, я вот согласен с Володей, в том, что, во-первых, что ждать, пока ремесло напишет письмо в прокуратуру, да, почему надо ждать, что вот этот парень возьмет и напишет письмо, ну, вы увидели силовые структуры, вы увидели это, в Твиттере, правильно, мгновенно должна быть реакция, полиция, СК, прокуратуры, я не знаю, всего, что угодно, ФСБ, оскорбили человека, ветерана, оскорбили Бакерию, человека, действительно, который спас тысячи людей, понимаете, оскорбили Ланового, который, действительно, возвеличивал свою родину, свою страну, почему никто не реагирует, во-вторых, почему мы, вот мне нравится, кстати, что Володя вот так реагирует, это правильно, так и должны реагировать нормальные люди, почему, потому что нужно делать так, чтобы они были нерукопожатные, что с этими, с этими подонками, чтобы тот же Венедиктов не мог притащить его к себе в эфир, потому что должны, им должно быть стыдно, его руководству, которому я второй раз на передаче уже у Володи Соловьева говорю, руководству Газпрома, что ребята, посмотрите, что они делают, вы думаете, вот они же как, постепенно все это делают, сначала оскорбляют президента, ну ладно, президент политик, мы потерпим, потом оскорбляют Володю Соловьева, да, он там, потом Марго, потом, ну, без разницы, они планово все это выполняют, теперь они пошли уже в глубину, они начинают рушить наши устои, понимаете, вот семейные устои, это классика, окно Авертона, Арам, согласись, Арам, согласись, но для нас же просто, если какой-то сопляк в твоем присутствии, вот такое выскажет об уважаемых людях, он сразу получит по губам, конечно, ну вот они это и делают, ну представь, ну вот, что, вот что делать, вот старик сидит, ему подходит Навальный и говорит, ты предатель, вот что ему делать, ну надо дать брожу, правильно, сидит старик, его нельзя трогать, он заслуженный человек, он в любом случае даже старик, к нему нельзя так относиться, к лановому нельзя так относиться, Навальный просто подонок, ну ты сам тогда нарушаешь устои, значит, к твоим родителям тоже так можно относиться, понимаешь, ну значит, ты даешь нам возможность и твоего отца, и мать оскорблять, это же нельзя делать просто, не, не, там нельзя, там че-то что, Навальный сразу, как его жена пишет заявление в полицию, ой-ой-ой, их не трогать, они в домике, им нельзя, ну да, ну тогда надо, ну они что пытаются сейчас сделать, вот я сидел, думал, да, ну этого старика, вот этого Артеменко, ну старик, ему там сколько, под 90 лет, да, ну если он пошел в 17 лет с партизаном, ну конечно, ну а что делать, вот если у него нет ни внуков, которые могут пойти и набить ему рожу, привезать его, я не знаю, что они должны с Навальным сейчас сделать, после того, как такого ветерана назвал предатель. Так Навальный этого и ждет, Навальный хочет стать сакральной жертвой, да это сволочи, не дай бог, кто-то пальцем дотронется, визга же будет, не случайно же, этот подонок все время ходит с охраной, он все время вот снимают, это же целый проект, это целый проект, его задача, это значит, гуальто недоделанный. Вот что мне не нравится, нам нельзя это допустить, и мне не нравится, что, вот сейчас написали заявление в прокуратуру, да? Да ничего не будет. Потому что я понимаю, ничего не будет. Не нужно заявление даже, зачем заявление? Вы увидели в Твиттере, блин, что оскорбили, все, вот человек написал, например, про меня там, про Марго написал, я не знаю, что, оскорбление там, все, ну, есть концы этого человека, ну, найдите его, с ним разбирайтесь, потому что, ну, какая разница? Вот и все, я думаю, что это очень глубоко, то, что делает Навальный, то, что делает Быков, то, что делает Венедиктов, это имеет очень глубокий смысл, и нам кажется, что вот мы эмоционально... Да они хамы, а? Они хамы, в библейском смысле этого слова, они хамы, которые сейчас делают самое важное. Их задача, в чем главное при грешении хама? Показать неуважение к своему отцу. Они классические хамы, они говорят молодому поколению, которое ничего не видело, ничего не добилось, какой ему 14-летний сопляк, который может сказать, эй, Симонян, где твои бобры? Ты кусок говна, который только можешь сидеть в Твиттере и что-то пальцами перебирать. Что ты произвел, кроме мочи, дерьма и пуканье? Ты вообще, кто такой? Ты сидишь в Твиттере и что-то пишешь. Что в своей жизни сделал Навальный? Где он поработал? Вожак гребаный, не до комсомольски. Кстати, в РУД так и никто не знает, где и как он учится. Он это и делает. Понимаешь? Вот смотри, я сейчас тебе один пример приведу. Я сейчас один пример короткий приведу. Я недавно смотрел в прямом эфире, старший сын мой про комиксы рассказывал. И там его друг один рассказывает, как мы гуляли в Питере. А я в это время смотрел. Он говорит, слышь, ты друган завязывай. У меня отец здесь, говорит, смотрит прямой эфир. Не надо это рассказывать. То есть у него устои уже есть, что отец смотрит. Это нельзя. Есть правила какие-то. Понимаете? И эти правила, они не писанные. Они реально не писанные. А он хочет это сломать. Ты правильно говоришь? Он хочет это сломать. Это у них задача такая. Сломать, чтобы мы не помнили, что такое наши родители. Чтобы мы... Ну вот то, что на Украине сделали. Все. На Украине это сделали. Методичка та же. Но чему-то вели парни, должны были научить. Правда, с английским языком не получилось. Марго, ты богиня, ты и говори. Не надо таких слов, Володь. Я верующий человек, моя религия не велит откликаться на такие слова. Я, во-первых, я уверена своими познаниями относительно Навального, что он там что-то от груди отжимает. С другой стороны, от такой груди... Что ты это все написал? А зачем ты его читаешь? Обязательно. Врага надо знать в лицо. Тех не поджимать. Я согласна, конечно, с Варам Ашопчем, уважаемым. Здесь все очевидно. Человек работает на американские бабки. Там, дочка его учится на американские бабки в Сен-Корде. Все понятно. Что тут обсуждать? Это все совершенно понятно. Нужно... Начали с телеперсон. Дальше идем дальше. Чиновники, бывшие руководители, президент, знакомые президента, другие руководители. Ну, все кончились уже все. Понимаешь? Уже все кончились. Уже на всех ушат броня вылили. Давай пойдем дальше. Здесь он, мне кажется, ошибся. Все-таки ошибся, хотя это, конечно, лежит абсолютно в той же концепции, которая таки победила на Украине. Но мы, с одной стороны, не Украина. С другой стороны, я не могу с тобой не согласиться, что у меня вызывает недоумение. Действие, вернее, полное бездействие власти. Не только в отношении Навального, не только в отношении этого случая. Вообще, в принципе, мы часто об этом говорим. У нас как-то вот какое-то все стало такое вегетарианское. Понимаешь, вегетарианство — это, конечно, здорово, но иногда вегетарианство трагически подрывает здоровье. Об этом забывать нельзя. Большой привет Сангаджи, который здесь присутствует. Кстати, Сангаджи напрасно вы так, мне кажется, недооцениваете свою роль, когда вы играли в КВН. Я вас, например, помню как раз по КВНу, вы мне там очень нравились, поэтому я вот рада сидеть с вами в одном эфире. Так вот, мы вот нижний ряд, нижний ряд Володиных гостей нацменьшинства, лица разных национальностей. Эй, я сам такой! Да, Володя, он еврей. Мы же с вами прекрасно понимаем и помним, что Навальный еще к тому же, помимо американских и евреев, помимо... Он же нацик! Он просто нацик! И вся его организация, которую он создал, она действует совершенно по классическим фашистским правилам. Ну, посмотри, ты же настоящий такой подонок Геббельс! Все его расследования, ну, просто! Это же просто! Я эту хрень уже давным-давно не смотрю и не читаю. Еще с тех пор, как он написал о том, что я рожала в США ради граждан со своему ребенку. Ну, ради граждан со своему ребенку или не ради граждан со своему ребенку, я не знаю, но я не рожала в США, понимаешь? И никогда не собиралась рожать в США. Ну, чтобы мне идти на площадь и доказывать, и рассказывать, где и как я рожала. И когда я это увидела, я поняла, что, очевидно, и остальная его информация, остальные его сведения заслуживают такого же доверия. Я же знаю, что я не рожала в Америке. И, в общем, это довольно легко проверить. А информация была распространена, и мне потом еще лет пять все это его стадо баранов писало, что «Ах, вы такая-сякая! Вы там Америку порицаете, а сами в Америке рожали». Почему? Те же самые геббельсовские правила. Мы же помним прекрасные цитаты Геббельса. Мы же хорошо в школе с вами учились, в отличие от некогда. Мы помним, что он говорил. Он говорил, что любую толпу можно очень быстро превратить в стадо свиней. Это то, что он делает со своей этой вот подписотой, для которых уже совершенно нормально. Для них это нормально, что он называет ветерана, партизана, героя 93-летнего страны, продажным халуем и предателем за то, что человек осмелился высказать политическое мнение, отличное от Навального. Этот ролик мы снимали. Мы позвонили людям и спросили их, не хотят ли они сняться в этом ролике. Мы ни на кого не натравливали прокуратуру, мы не стендфордскими грантами их прищали для их детей и ничем другим. Люди пришли и сказали свое мнение. С этим мнением можно не соглашаться. Правильно ты говоришь. Хочешь, голосуй за поправки, не хочешь, не голосуй, хочешь вообще конституцию не читать. Имеешь право, ты живешь в свободной стране. Но то, что для этих людей, которые смотрят Навального и любят Навального, нормально, как он вообще разговаривает с людьми и о каких людях он вот так отзывается. А давайте вспомним, как затравили Лизу Глинку, святую женщину Лизу Глинку, доктор Лиза, которая спасала рискуя жизнью детей на Донбассе и не только на Донбассе, которая трагически погибла, когда летела спасать очередных людей, воюющих в Сирии. Ее уже после смерти затравили. И никто ничего не сделал. Как затравили в свое время Чулпан Хаматову, которая тоже в ролике снялась. Чулпан Хаматову, которая была одним из первопроходцев серьезного такого гуманитарного движения в стране со своим благотворительным фондом, не говоря о том, что она, ну, вероятно, лучшая современная русская актриса. Наверное, я небольшой специалист по актрисам. Тут Тиграну лучше спросить. Но тем не менее. Мы в этом смысле в хорошей компании оказались, затравленные Навальным. И во всем, что он делает, во всем, что он делает, нужно вспоминать заветы Геббельса, по которым он работает и живет. Что чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят. Что ложь, повторенная стократно, в конце концов входит в сознание людей. Это все говорил Геббельс. И ровно по этим геббельсовским заветам он работает и занимается вот этой геббельсовской пропагандой. Ну, на здоровье. У него такая работа. Ему за это деньги платят. Его доченьку за это учат. Дай Бог ей здоровья тоже. Государство куда смотрит? Куда смотрит государство? И мы же принимаем поправки в частности о защите нашей истории. Правильно? А какой вы? Это прекрасно лучше. Прекрасно лучше. Поправка связана именно с тем, чтобы закрепить победу СССР во Второй мировой войне. Я думаю, что если бы эта поправка уже действовала, то сейчас были бы основания подавать на Навального в суд? Что-то не подсказывает, что никакие основания не помогают. Это какой-то поп-гапун. Абсолютно. Дело же не в этом. Дело в политической воле. Потому что оснований-то полно. Слушайте, там каждый ролик тянет на три уголовных срока, как минимум. Любой. Только у нас интересно, что даже когда он проигрывает ишь по клевете, ролики все равно не снимают. Мы же такие вегетарианские. Мы же действительно ролики не снимаем. Безнаказанность порождает анархию. Вы хотите жить при анархии? Я нет. Вот полюбуйтесь на Вашингтон, на Нью-Йорк сегодняшний. Ни один нормальный человек не хочет жить при анархии. Но вот такая безнаказанность, она такую анархию и провоцирует. И что вы думаете, Навальный добивается того, чтобы прийти к власти? Он прекрасно знает, что таким образом так подогревая, поджигая уровень ненависти в обществе, разрушая самые основы нашей нации, нашей нации российской, я имею в виду, здесь разных этнических групп люди собрались. Он таким образом готовит Россию к гражданской войне, а совершенно не к тому, он или какие-то ему подобные придут в власти. к самой настоящей, гражданской войне, чего и надо собственно тем, кто ему за это платит. Потому что он поедет к доченьке в Стэнфорд нянчить внуков, а мы здесь останемся с автоматами в руках защищать свои дома. Вот этим все и закончится, если вегетарианская власть будет продолжать кушать огурчики, вместо того, чтобы немножко все-таки говядинкой закусить. у меня-то оружие есть и стреляю я неплохо. Я свою страну так просто не отдам. Арам Ашотыч, ты говоришь, а тебя не слышно. Кнопку себе нажми. Арам Ашотыч, слышно тебя, дорогой? А я говорю, слышно сейчас? Да, сейчас слышно. Да. Я говорю, вот он точно не уедет, и мы ему не дадим уехать, если что-то случится. Да прекрати, Арам Ашотыч. Ты посмотри, у нас все подонки легко уезжают. Кстати, заметь, никто из сволочей не извинился за то, что покрывали преступников из дела сети. Убийц, наркоторговцев, подонков. Никто не извинился. Как Навальный за них топил? Молчание. Все. Где все эти люди с прекрасными лицами, которые рассказывали жестокую власть, когда выяснилось, что дело сети трупы, но при этом? А убийцы где? Они как-то вдруг оказались на Украине, перешли границу. Куда делся пюрер Мальцев? Все, под следствием взяли. Тупц, тумц, хоп, ой, а он за границей. У нас что, границы дырявые? Тут если люди не успели вовремя какие-нибудь штрафы оплатить, хрен за границу выйдешь до коронавируса. Но я это напоминаю, было время, когда за границу можно было ездить. Шутка. Это как сейчас говорят. А у вас, мальчик, давно дождь идет? Не знаю, я еще маленький, мне всего 6 лет. Так и здесь. Было когда-то время, когда люди ездили за границу. Илья, вы так серьезно, с такой тревогой смотрите в монитор, что говорите? Ну, что я думаю по этому поводу? Смотрите, Владимир, во-первых, я соглашусь с Арамом Ашотовичем, когда он говорил, что Навальный прощупывает и проверяет нас на прочность. Потому что, смотрите, что получается. Вот когда было лето и осень этого года, прошлого года, по моим материалам было начато в том числе дело об обналичивании. У него постоянно проводились обыски, арестовывались деньги. Ему действительно был нанесен большой ущерб тогда. Ну и как, чем дело закончилось? Ну, у него арестовали очень большое количество денег, по моим сведениям, заблокировали счета. Но решение суда нет, не посадили. Да, решение суда до сих пор нет, не посадили. Потом, что потом произошло? Потом у нас случился этот коронавирус, и все как-то о нем забыли. И он стал расслабляться. И что он начал себе позволять? Около месяца назад, например, он выступал на реке Москвы, да, и он в открытую человек призвал к насильственному свержению власти. То есть запись до сих пор есть, но никто так и не отреагировал. Я даже не стал тогда заявление подавать, потому что я прекрасно понимаю, чем это кончится, да, и не стал его лишний раз просто пиарить, да, потому что есть такая точка зрения, я знаю ее, что ты его там лишний раз пиаришь. Какую-то моральную грань, я понимаю, что ему там не светит какой-то большой штраф, может быть, но я считаю принципиально важным зафиксировать, чтобы у этого жулика было пятно в его биографии, что этот вот человек оскорбил ветерана Великой Отечественной войны и был за это признан виновным хотя бы в административном порядке. А что касается дальнейших действий, Это будет какой по счету суд, который он проиграл? Это уже, не знаю, это уже пальцев обеих рук и ног не хватит, чтобы это все посчитать. Я у него выиграл когда судился с ним, судился с Волковым. У меня было два суда, из которых я выиграл по пожертвованиям. И судом было установлено в частности, что он обманывает людей, собирая у них пожертвования, что он собирает на то, на что собирать не имеет права. Но опять-таки все это каким-то образом отпустили, хотя заявления были поданы. Я не могу уже, например, добиться о том, как работает наша система. Я знаю, что в ФБК имеется огромное количество нарушений. финансовых. Они их не проверяли уже 4 года. 4 года это уже сверхнормативный срок. Любое ОРГНКО проверяет минимум раз в 3 года. Почему-то Минюст не хочет проверять. Я пишу запросы как члены общественной палаты. В общем-то, это не те запросы, от которых можно просто так отвертеться. А ничего не происходит. Минюст ссылается на прокуратуру, прокуратура ссылается на Минюст. И такое впечатление, что очень кому-то нужно Алексея Анатольевича сохранять в каком-то таком, ну, хотя бы в таком полудохлом состоянии. Что, он чекистский мурзилк, что ли? Скорее всего, мурзилка. Не знаю, чекистский, ментовской там, да, уж как уж говорится. Но кто-то его точно покрывает. Я считаю, что тут единственный вариант, что-то его будет более чувствительно. Марго точно знает, да? Помните, помните этот анекдот из 90-х? Я не знаю, кто у них крыша, но шофер у них Ельцин. Не-не-не, Марго, ты помнишь один разговор, когда ты задала этот вопрос, и тебе сказали, это государственная тайна, не надо это... А я вам на эту тему скажу следующее. Я это помню. Вот смотрите, смотрите, вот просто рассуждаем логически. Военное дело Навального есть? Нет. Военкомат. Каким-то образом случилось чудо, сгорел архив. Сгорел архив, нет военного дела, нет всей истории. Хорошо, учился якобы в РУДН. Документы о его образовании есть? Нет. Изъяты. Кем, зачем, почему, где. Человек вообще без биографии. Нет вообще никакого следа. Дикое количество уголовных дел, которые неожиданным образом оказались закрыты. Корнаухов рассказывал, до 10 дел по Кировской губернии все исчезает. Где лежали оперативные дела? В сейфах очень важных людей не получали хода. Дело, когда знаменитые деньги СПС, затраченные на рекламу, чем закончилось? Ничем, просто исчезло. Дело об обналичивании ФБК. Что происходит? Ничего не происходит. Молчание. Дело по клевете. Сколько их проиграл Навальный? Две судимости, непонятно, как у него есть, или три ездят спокойно по заграницам. У него две судимости, куча административных штрафов, да, хотя у любого Навального человека две. Володя, предшественница Марго заплатила ему, Навальному, со счета ее структуры через Сбербанк. предшественница Марго, которая была до Марго работала, заплатила ему миллион долларов через Англию. И известие, которым я тогда руководил, это раскопало. Но нам сказали, блин, ребята, документов нет, говорим, вот документы, вот человек живой, перечислил деньги, человека, который перечислил деньги, уволили, а уголовное дело и деньги, так они у него и остались. А мальчик в налоги заплатил с этих денежек, которые пришли? А с биткоинов мальчик в налоги платит? Все грамотно делается. Ну, сейчас вы пытаетесь... Да ничего не грамотно делается, никто не расследует. Нет, вот ты говоришь, Володя, у него нет дела. Ну, люди внедряли его наверняка как-то мурзилку этого, старались там агенты из него делать. Проблема же не в этом даже, я в прошлый раз говорил, проблема в том, что он полез туда, куда ему не нужно. Ну, ты работаешь, агенты там, да, штукач, кто-то там, без разницы, делай свое дело там среди этой своей тусовки. Работаешь и работай. Но не надо лезть вот в такие вещи, которые уже, это действительно за пределы. Зато мальчик сменил задрипанный плачек, в котором был. Сейчас он, как я понимаю, рекламу или лицо этого, кто там, хилфигер, что он там все время носит. Мне нравится, как он рассматривает, кто во что одет и любит об этом писать. Такой несостоявшийся блогер-херогер. То есть, ему так хотелось быть бьюти-блогером. Вот бьюти-блогер Навальный опять сказал, знакомый с дам, что надета за какие деньги, сколько стоит. Позорище а не мужик.